ну папа этот лагерь полный отстой все пока да чувствую лето мне предстоит если честно ужасная полная стой и это после мальдив и испании зашибись да я же уже говорил то что я всегда не хочу да привет алексия это кто такая знакомься это маша вообще это я лп алексии и я надеюсь она не будет дружить с этой машей ну потому что машина как бы третье лишнее и я знаю на что способна алексия с ней лучше дружить да от ничего такая ты тоже ничего а это кто еще такой это тим он ни слова больше привет привет как ты зовут есть вместе этот тем единственный кто приехал в лагере не на автобусе он что какой-то особенный и похоже алексия на него сразу запала она так изменилась в лице ну это неудивительно ниже из богатеньких семей то что я всего лишь 300 подписчиков у такого красавчика точно должно быть больше мы срочно должны с тобой записать stories девочки вы только посмотрите какой краш к нам о ли он привет а он еще и стеснительный ну короче наверное в лагере будет не скучно ну что ж алексия первый день в лагере чек слушай расстались и расстались ничего страшно короче кто не в курсе мы в прошлом году здесь уже были с ним у него теперь здесь появилась девушка но ничего там поругались и теперь даже слышит друг друга не хотят короче это долгая история не буду рассказывать и да и вообще лучше бы как-то отвлечься им от этого всего найдем тебе здесь снова крошику да ты смеешься я вообще сюда приехал не за этим хотя девчонки девчонки а вы ничего не забыли вы же меня забыли а вы же меня не знаете давайте знакомиться ну я тогда моя алексия а я маша а я сегодня катя кэт но это сегодня завтра может быть что-то другое филистель да второе знакомство и уже такое не очень мне кажется что тут каждый второй в лагере сумасшедший хотя маша мне нравится все больше и больше она хотя бы молчит девочки мой вам совет не опаздывайте а то в корпусе разберут самые лучшие места на это не прав красавицы не опаздывают они задерживаются да у меня папа так всегда говорил маме вроде нравилось чё не так-то книгу вы не видели мою книгу ну ладно мне кажется они все тут думают что я какая-то странная но я не странная то они все таки странные и одинаковые и типичные даже как-то скучно ну ладно придется себя этим летом развлекать самой но мне-то не впервой я тебе нашла ну-ка стой так дети все дружненько 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 вон туда по дорожке в сторону корпуса все вперед 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 быстренько да они циварские хоромы конечно ну тоже все идет конечно все идет я хочу внизу упасть ну я тоже не упустил ну так у вас же есть короче ну ты будешь давай если честно то мне вообще все равно на какой кровати спать главное чтобы не дома то родители задолбались со своими приколами Тимочка иди покушай, Тимочка иди погуляй, иди почитай мне как будто пять лет и главное никуда от этого не деться и еще это расставание в кучу Здрасте меня Даниль зовут Леон Тим очень приятно Лето, лагерь, каникулы и главное никаких родителей нет, главное что тут есть вытяжка и проветривание ты его плохо знаешь он король по хватит, давайте без подробностей если я король, то ты тогда вообще император эй я еще раньше никогда не был в лагере здесь все совсем иначе чем я себе представлял но сойдет главное что есть красивые девчонки я еще пока не понял какая мне понравилась здесь все рил прикольные моя, слушай, а можно я буду спать внизу? блин, Алексия вообще невыносимо я так и знала, что где-нибудь, с чем-нибудь она меня да заколупает вначале с этим Тимом, теперь с этим местом вообще что дальше то будет? аааа, Алексия, мы только заселились ты меня уже бесишь ну Майя ладно сейчас досчитаю хотя подожди Майя, можно я все таки буду спать наверху? хоть на полу я буду спать на первом этаже этаже а я здесь лягу если тут не занята не занята хоть и привыкла вести себя более скромно чем остальные девочки но мне кажется нам будет весело они у меня чему-то научатся я у них надеюсь мы подружимся ребята, всем привет я уже заселилась в лагерь и у меня появился такой вопрос где же мне спать? наверху или же снизу? где мне спать? вот такой вот у меня вопросик возник обязательно проголосуйте вопросики снизу где же мне спать? Алексия, ты будешь спать наверху наверху Майя, ну дай нормальный сторис записать блин что ты мешаешь? сейчас спать ой ой слушай ты тут немного опоздала смотри ты будешь спать тут наверху наверху это хорошо тут самый кислород не многие не многие осознают не многие осознают необходимость организации полноценного сна и кстати это не всем удаётся вот в настоящем мире как правило именно кислородное голодание является причиной частой бессонницы ну да в комнате будет душновато а еще я люблю читать книги на высоте ой эй 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 ты что делаешь? что ты потеряла? книгу я потеряла? ну я же тут точно нет? иди ищи в другом месте хорошо книга больная какая-то вообще неадекватная серьёзно? книга? ты что в библиотеку сюда приехала? я похожа на ту которая читает книги в моих вещах она её и ищет блин да оскорбительно конечно если бы она в мои вещи залезла я тоже не знаю что бы я с ней сделала а может быть это был какой-то предлог может никакой книги вообще даже и нет так ну еще раз меня зовут Арсений я ваш вожатый а также вот пожалуйста прошу любить и жаловать Артур ваш физрук и второй вожатый Ксения так предлагаю сейчас провести перекличку а потом будем заниматься там всеми своими делами 1,2,3,4,5 так а где Катя? так она наверное книгу побежала искать первый день а мы уже потеряли ребёнка слушай так и присять можно? ты меня во что втянул? так давайте без паники давайте без паники мы сейчас найдём Катю потом мы найдём книгу это конкурс конечно это был никакой не конкурс но я-то первый раз на смене ещё и первый день и чуть с ума не сошла ну спасибо Арсению он тут уже тысячу раз был знает как действовать как же мне с ним конечно повезло я так и не понял прикола зачем прятать ребёнка чтоб потом устраивать какой-то конкурс странно всё это кто быстрее найдёт Катю тот будет спать на не скрипучей кровати серьёзно? вот это приз зашибись а у вас что вообще такие есть? представь себе есть если честно нету я лично всё проверил я её найду у меня нюх на красивых девчонок походу они у тебя все красивые предлагаю разделиться на группу так и сделаем давайте быстро 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 ищем Катю меня очень сильно бесят такие ситуации ну вот как можно было потеряться в лагере как маленькие и я таких людей вообще не понимаю я отказываюсь понимать ребят короче это полный трэш мы только заселились в лагерь а тут уже потерялась какая-то девочка это просто трэш ну и зря они видосы реально смешной ты хоть помнишь как это твоя краска выглядит почему она моя? не помню я помню только блогершу Алексию стерву Майю и Машу Тим так сказал мне Маше что он показал что он запал на неё так значит если увидим какую-то незнакомую девочку то это по-любому она о привет ты чего тут одна чилишь сидишь? я не чили я медитирую пока ты тут медитируешь там тебя все обыскались ладно пойдем там тому кто тебя найдет приз обещали еще 2 минутки и я ваша слышал Тим? 2 минуты и она наша я тоже все слушала а шутки у леона с годами не меняется хоть уже не смешно но все так же тупо вот и дебил механизм процесса погружения в себя до конца не выяснил ученым и тем не менее в большинстве случаев психологические техники йоги позволяют успокоиться и убежать или компенсировать последствия стресса учусь она умная мальчики смотрите я цапля плейбовку что осталось макс ну и что это не за ваш интересный финал ребят ну хорошо же хорошо что все нашлись сейчас тебе еще книжечку найдем твою и все совсем замечательно станет а не было никакой книжечки не было но я просто смотрел как люди действуют стрессовую ситуацию сейчас пойду что-то напишу да отличная будет смена я же говорила что все это был развод с этой книгой наверно она просто хотела полазить по чужим вещам ну или спереть что-нибудь под шумом так если что я этого не говорила давайте катю кэт найдем так еще ее книгу найдем потом давайте еще ужин задержим и все это и закатим бесит блин то еще посмотрим потом кто будет в центре внимания дим а ты меня слышишь да ты спишь же да слушай а тебе кто сегодня из девчонок понравился никто спи давай уже ладно ладно спи Тим ну что на меня Алексия подписалась ой господи в наблюдении за подопытными в искусственно созданной ситуации мы провели эксперимент и посмотрели как люди реагируют на чужую пропажу за основу была взята книга а точнее ее отсутствие было проведено исследование не составлено исходя из него следующая статистика безразличных данной ситуации оказалось 75 процентов и всего лишь 25 процентов людей которые захотели мне помочь больше всего я боялась что они все подумали что я какая то странная ну нет они так не подумали ой 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 Что-то как-то мы с тобой сегодня засиделись. Тебе уже давно пора спать. Майские жуки должны спать ночью. Я, кстати, об этом где-то читала. Олег, никаких «но». Спать! Быстро!